добрый вечер уже собственно сегодня я вам буду рассказывать про компонентную архитектуру про способы как можно вообще ее строить в своем приложении мы также затронем ну не только программистическую деятельность но также и поговорим о какой-нибудь жизни где нам компонентный подход может также пригодится вот мне сегодня первый раз я в данном ампуа выступаю поэтому бросайтесь помидорами чуть-чуть слабже что ли ну давайте сначала познакомимся я Денис Куриленко известен под никами webdesus во всех социальных сетях если я в них имеюсь и сейчас я делаю свой мини стартапчик так можно назвать вообще это пока далеко от какой-то бизнесовой составляющей хоть я уже практически два года трачу на разработку этого программного продукта в первую очередь сейчас я выстраиваю комьюти составляющую и немножко проекте я чуть чуть позже о своем расскажу и сегодня мы собственно поговорим о проблемах разработки немножко поговорим о теории чтобы быть на одной волне и понимать о чем мы сегодня говорим собственно какие ограничения на компоненты у нас на накладываются и какие стоит выполнять потому что многие используют компонентную архитектуру думают что они ее используют но на самом-то деле есть не определенные нюансы которые лучше соответствует чтобы не было потом печально больно и о плюсах и минусах мы тоже поговорим и собственно начнем о такой теме поднимем как ограничения с ограничениями мы вообще повсеместно везде сталкиваемся не будь этих самых ограничений мы бы здесь сейчас не сидели потому что главное ограничение с которым мы постоянно имеем дело это время благодаря этому ограничению у нас собственно прогрессы движется потому что у нас есть определенные заданные рамки мы понимаем что нам жить примерно сколько-то и мы хотим что-то себе там успеть сделать и поэтому сегодня мы не пойдем пить пьянствовать а посидим доделаем какую-нибудь интересную фичу ну и собственно в разработке у нас таким ограничителем установщиком является наш работодатель он накладывает на нас уже всеми известные любимую картинку это качество скорость и дешевизну и вот если это все сразу в одном это прям счастье у нашего заказчика он неимоверно счастлив и что у него продукт получается на самом деле многие говорят что это не достижимо но на самом то деле это достижимо и она уже не раз достигалась просто с ростом достижения растут потребности грубо говоря если сегодня мы сделаем некий продукт который нам поможет делать разработку за 5 рублей какого-нибудь сайта там допустим или какого-нибудь приложения 5 рублей сначала наш работодатель будет счастлив ура наконец-таки золотая пуля мы теперь можем задешево делать все но через какое-то время у них у него вырастут потребности желание и он уже будет требовать за рубль ну условно говоря вот и собственно у программиста мы сами знаем что тоже существуют такие ограничения которые он сам на себя накладывает как правило возможно не все такие но мы сегодня уже говорили о том что все переписать это постоянно возникающее желание особенно у молодых программистов новый стек технологии опять это больше к молодым программистам потому что старые уже хотят уже остановиться прекратите прекратите постоянно делать новые библиотеки зачем вы нам это все делаете как хорошо все было писали на фесте и все было хорошо у нас пришли эти со своим свелтом вот ну и качество кода которая достаточно субъективное на самом-то деле и у каждого она свое и я думаю что не найдется здесь два человека в зале у которых будет одно и то же мнение по этому параметру и вот он живет в этом можно сказать цикле пишет понимает что недостаточно хорошо написал вчера прочитал статью и осознал это и хочет переписать и хочет переписать на новые технологии и вот это вот это вот цикл ему плевать на задачи заказчика он хочет вот быть счастлив счастье прогресс вот ну и собственно говоря утопия это когда у нас счастлив собственно и заказчик процент сам разработчик вот такого продукта м полностью не существует но мы можем максимально к нему приблизиться максимально достичь того момента когда это будет практически у нас и нашего работодателя счастья и помогут нам в этом компонентный подход он достаточно вообще очень сильно распространен и используется это вебе он начал можно сказать относительно недавно использоваться и первым наверно первопроходцем был индексовый бэм о котором уже все наверное позабыли который нам привил эту идею но идея старая если вы знаете или читали книжку по архитектуре то она в принципе преследует те же цели а именно мы делим наше приложение на какие-то части в основном обычно это какая-то графическая составляющая бизнес логика и обработка данных которые мы также можем делить на под компоненты под компоненты под компоненты и так далее да но собственно какие ограничения у компонента должны ну какие ограничения на компонент мы должны накладывать это естественно интуитивно понятный чистый интерфейс то есть мы должны максимально быстро посмотрев на компонент понять какие задачи этот компонент выполняет он не должен быть раздут тут на отдельных докладах павел уже говорил про то что если ваш компонент содержит больше ну где-то 20 200 строчек то это что-то неправильно и это надо выносить у нас в принципе в команде также мы рассуждаем единственное 200 мы допускаем только если раздут у нас css код как мы знаем свалти css находится в одном и том же компоненте и поэтому можно 200 ну опускать это а вообще 100 строчек джесного кода это самый оптимальный вариант и собственно независимость это чистый компонент тут написано кто знает функциональное программирование может знает что такое чистые функции это такая сущность которая всегда принимает на при нем всегда одинаковые аргументы которые она принимает она возвращает один и тот же результат вне зависимости от того какое сейчас время какая в какой фазе у нас находится луна всегда нам возвращается один и тот же результат то есть у нас не должно быть внутри ссылок на какие-то глобальные состояния статичные статичные области памяти и мы не должны использовать там какие-то счетчики какие-то случайные числа вот на компонент мы это накладываем тоже потому что с этими ограничениями мы в принципе получаем максимальное тестирование мы подаем и всегда знаем что мы должны протестировать ну и третий он на самом деле вытекает из первых двух то есть если мы выполняем первые два принципа то мы получаем переиспользованность и можем использовать отдельные компоненты в каких-то вещах в Unix есть такое выражение что программа она должна делать ровно одно действие которое она должна делать хорошо вот про компонент можно то же самое сказать и мы должны собственно это выполнять и давайте перейдем непосредственно к практической деятельности и поговорим о том как же как же нам выстраивать архитектурную составляющую и вот такой у нас будет с вами пример это из моего собственно приложения где мы по-другому подходим к процессу программирования о котором наверное проще будет ознакомиться на сайте либо со мной в каура вот вот и собственно либо подписаться на всякие там мессенджеры чаты и следить за новостями мы более детально в ближайшее время распишем как эта вся тема работает и почему с данным подходом программирования можно достигать больших результатов и максимально быстро выкатывать новые фичи и уменьшаем как каким образом мы уменьшаем порог входа новых программистов в нашу экосистему и здесь собственно мы видим три можно сказать составляющих которые вы уже глазами могли разбить это естественно модельное представление это уже один большой компонент который содержит как минимум три компонента это панель настроек которая та что справа центральная это панель с кодом и левое вот меню вот на меню давайте остановимся потому что на первый взгляд это простой компонент но на самом деле это довольно таки сложный так как он содержит в себе различные отображения записей то есть вот этот вот common fields это тоже подается ему в качестве настроек и он должен в зависимости от типа показывать ту или иную вещь и должен предоставлять нам дополнительную работу с теми объектами которые собственно находятся в этом меню то есть у нас они ни одного ни одной той же сущности в зависимости от типа какая это сущность они содержат определенные свои поля и собственно в этом мы как мы к этому процессу можем подойти мы выведем универсальный меню компонент который будет отвечать только за отображение только вот как раз за меню что вопросы селекта вопросы того какие какого типа у нас могут быть компоненты там выводить иконку иконка будет нам приходить из объекта собственного и который сверху будет нам приходить и собственно конкретное меню с отдельным контроллером вот собственно что это у нас такое раньше кто разрабатывал возможно дисктопные приложения мог сталкиваться с такими подходами как MVP патер всеми известный где у нас контроллер имеет доступ к нашему представлению и представлению имеет контроллеру и может так общаться и взаимодействовать то есть мы выносим логику работы интерфейсной части в отдельный контроллер где мы ей будем оперировать и свелт нам очень в этом помогает вот реализация конкретного меню я здесь скриптовую часть не привожу просто справа можно посмотреть какие функции какие переменные должны использоваться здесь и самое ну то есть это то конкретно то универсальное меню мы отдельно подключаем подключаем контекстное меню подписываемся на различные события которые могут происходить в меню кстати у каждого элемента могут всплывающие быть кнопки дополнительные вот этот экшен который там будет возникать когда мы жмакаем по этой кнопке он будет происходить в меню экшен и собственно мы можем теперь поговорить о контроллере как куда мы это все выносим неспроста вот здесь вот это меню можно посмотреть доллар меню с чем вы уже наверное знакомы это это некий объект который при своих изменениях нам автоматически сообщает и везде где мы подписаны то есть мы можем выводить в верстку какие-то те значения которые он в себе хранит и какие-то вещи вот я предлагаю написать свой кастомный store я привожу в формате TypeScript потому что у многих вечно вопросы где TypeScript как нам его использовать вот можем использовать его отдельным контроллером где как раз таки и нужно я вообще против того чтобы во вьюшной части у нас был TypeScript я особо не вижу в этом необходимость это добавляет избыточность и увеличивает ну сложность код сложность кода и приходится больше буковок смотреть и понимать что вообще происходит а хочется вот один раз взглянуть и понять где что нам нужно подправить собственно этот пример контроллера абсолютно этот пример взять с официальной документации где приводится пример как создавать кастомные store здесь я просто вот на TypeScript решил его же показать чтобы у новичков которые хотят сразу в TypeScript писать не было различных вопросов ну и собственно здесь мы что делаем то есть мы сделали какие-то методы работы с нашим объектом которые будут свыше вызываться и приводить к изменению нашего состояния а меню уже на эти состояния будет реагировать то есть тем самым у нас вьюшная часть только хранит верстку на которую нам и хочется обратить внимание в первую свою очередь а вот вся бизнесовая составляющая когда что сохранять какие элементы нам надо там добавлять это все уходит в контроллер вот есть вещь с которой я конечно не сталкивался чтобы мне ну было в ней необходимость это когда мы думаем хорошо а что если мы сделаем в одном контроллере сразу несколько сторов двух и более чтобы подписываться только на какие-то отдельные части а изменения могли ну то есть один метод мог приводить к каким-то сразу двум изменениям сторов либо трех и мы там сверху будем подписываться и какая у нас проблема возникает в том что наш компилятор вот справа можно наблюдать как это дело будет использоваться наш компилятор свелта он не может понять во всяком случае сейчас и вряд ли он собирается это понимать если мы напишем меню точка точка доллар store one то у нас ничего не произойдет потому что компилятор будет думать что в меню находится свойство с долларом хотя по факту мы хотим сделать вот эту вот абстрактную конструкцию которую нам разворачивает наш компилятор и поместить туда значение которое этот store хранит поэтому здесь вот приводится пример как этого можно избежать мы можем вытащить эти ссылки на store в отдельные переменные использовалась вот как в примере написано либо можем через точку в принципе обращаться к методу сказать subscribe и подписываться на события которые должны происходить при изменении ну и если такой подход не нравится есть у нас редакс достаточно молодая библиотека и хорошо вроде развивается на данный момент да еще като ее написал это японский программист собственно можете использовать ее вот по 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 для решения такой проблемы потому что там мы можем отдельные части store обновлять и сообщать об их изменениях и последний момент о котором стоит поговорить это собственно как наши независимые компоненты объединить ну то есть мы можем использовать как я уже выше сказал редакс для этого дела который использует глобальный store и в зависимости от изменений его изменяет какие-то части приложения вот второй вариант с использованием глобального объекта это я подразумеваю вот различные хуки подписывания и прочие вот такие вот моменты ну это порождает свой фреймворк который на самом деле порождать бы не хотелось я больше за шину данных это вот третий способ когда мы пишем некое ну делаем некую шину данных когда мы можем подписаться на какие-то определенные события которые нам интересны и мы можем из любого места их вызывать тогда нам в контроллеры необходимо только передать два этих метода это экзек и сабскрайб соответственно сабскрайб мы подписываемся экзек это мы вызываем здесь полностью готовый в принципе пример единственный иногда можно еще третьим параметром в экзек использовать фильтр чтобы отсеивать какие-то определенные запросы иногда в этом есть необходимость вот сабскрайб у нас принимает метод ондестрой в него мы это нужно чтобы мы могли отписаться от события и как правило мы просто передаем туда ондестрой нашего компонента чтобы когда компонент у нас уничтожался мы отписывались от всех событий которые он у нас слушал и собственно какие плюсы и минусы от этого всего дела мы имеем у нас в итоге получается изолированные такие части которые нам легко переписывать легко тестировать мы можем их легко быстро убирать если в этом есть необходимость мы не задумываемся на тему того если мы уберем то произойдет ли какой-то сайт эффект может этот компонент как-то по-другому с другими компонентами взаимодействовал вот для этого и нужно то ограничение как чистый компонент что он не обращается он обращается либо через шину данных просто пробрасывая события о том что что-то произошло он не знает кто вообще на него подписан на это событие кому надо тот услышал и принял какие-то действия мы получаем быстрый способ поиска проблемы потому что проблема у нас становится локальной мы ее быстро можем обнаружить и решить и мы получаем параллельную работу наших программистов потому что мы теперь можем не ждать когда кто-то что-то завершит мы в принципе можем отдельно делать эти вещи минусы довольно-таки сложно я особо не смог каких-то выразить но хотел бы сказать что вообще любой инструмент надо принимать на те вещи где он действительно применим и не стоит бежать и везде применять какие-то подходы какие-то технологии только потому что посмотрели доклад либо почитали какую-то статью в общем всегда нужно взвешивать насколько это поможет и если плюсы пересиливают как вот товарищ из mail.ru говорил что у них действительно есть необходимость с реактом тоже видимо такая была необходимость но мы во всяком случае они не услышали почему вот прям нужно было это сделать ну и собственно минусы это может быть для кого-то проблема что мы хотим забиндить наше состояние какое-то глобальное и чтобы в зависимости от него что-то менялось это в принципе можно редаксом решить и event hell это в плане что непонятно какое событие в какой последовательности оно делалось это тоже в принципе решаемо ставим дебаг и смотрим предыдущий вызов стейке кто породил данное событие ну и наверное все что я хотел сегодня рассказать единственное я как выше говорил мы сейчас занимаемся разработкой платформы по созданию по созданию быстрых ну по созданию приложений с другим подходом программирования совсем о котором можно будет более детально почитать на сайте проект готовится полностью open-source то есть open-source составляющая никогда не будет закрыта и будет открыта подмитом через какое-то время где-то в ближайшие две недели мы планируем все таки выпустить исходные коды по свелту и вот какие-то вещи о которых я сегодня говорил их можно будет увидеть воочию а если на работе запрещают программить на свелте то welcome в проект там мы будем рады также выйдет в ближайшее время либо видео либо статья в которой я более подробно расскажу о методах и собственно почему данный новый способ программирования удобен и действительно проще как для программистов так и для людей далеких вообще от программирования темы все всем спасибо 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 большое за доклад было очень интересно действительно мой вопрос такой вы рассказали скорее про подход к компонентному про компонентный подход тогда вопрос почему свелт а не реакт например то есть реакт вполне себе справляется с той же задачей про которую вы описали вот чем свелт по вашему мнению выигрывает у того же реакта в реализации этого подхода смысл в том что в рамках свелта мне вообще почему свелт симпатизирует это надо долгую историю наверное начинать как я вообще к этому всему делу подходила подходил я из полимера еще 0.5 и вот там вся эта история когда все в одном в принципе файле я не знаю как сейчас но в те времена в реакте наоборот воспринимали вот это как раньше мы писали сейчас мы типа делаем вот отдельные gs-овские файлы отдельно css а я больше вот именно за эту историю когда в компоненте находится все что нужно этому компоненту и тогда если мы выбрасываем компонент собственно и судорожно бегать и искать где там эти все вещи но это же вопрос просто реализации подхода к структуре данных то есть вы можете компонент удержать в одной директории gs в одном файле css в другом файле там что-то еще в третьем файле вы грохаете папку компонент исчез да здесь просто еще как бы потерял я немного мысль но суть в том что еще дополнительно можно по этому поводу сказать что мне нравится что на выходе малый бандл и то что это компилируемая история тут действительно можно писать намного меньше кода чисто за счет того что компилятор сокращение разворачивает в бешеном большие какие-то можно конструкции он может на это способен и если завтра выйдет какая-то новая технология вот ну выйдет новый веб мы вообще откажемся от HTML от текущего подхода то мы в принципе вот эту историю сможем перенести то есть грубо говоря мы можем сейчас написать компилятор для QML допустим и писать как бы приложение используя свелтовский подход который действительно очень упрощает жизнь своим сокращением то есть быстрее можно понять вообще что компонент делает какие задачи на него накладывается вот и собственно на выходе иметь вообще совершенно разные виды формы и вещи не буду больше занимать время спасибо еще вопросы так вижу добрый день это у вас айдешка да да это получается такая идея которая собрала в себе все необходимые вещи которые должны вообще ну если мы возьмем уже прокаченного разработчика он все это в принципе может настроить идея этот весь подход а мы даем вот как раз начинающим и далеким от программирования людям эти подходы для разработки то есть больше мы сейчас делаем упор на финансовый сектор там где сидят аналитики финансисты вот и они сейчас либо пишут это в экселях либо пишут это на питоне либо даже на с шарпе есть компании в которых это пишут и там к сожалению устроено все таким образом что так как пишут не особо программисты приходит другой человек он особо не разбираясь что тут написали переписывает а мы даем стандарт архитектуры построения бизнесового приложения как это можно сделать и плюс у нас есть дополнительная такая фишка что вот сейчас много появляется конструкторов различных которые решают какие-то действия мы же решили сделать гибрид то есть это у нас как привычный способ программирования когда мы пишем буковками также у нас есть визуальные функции которые из себя представляют какое-нибудь окошко с кнопочками которые мы можем настроить в привычном какие-то импорты экселя импорты из баз данных намного будет проще делать вот путем настроек галочек ага ну вы это в электрон заворачиваете сейчас да а это а вы про лит элемент лит элемент изучали такую штуку она после полимера у гугла вышла относительно видел слышал читал давненько еще когда полимером занимались ну да но она довольно свежая и если почему почему тогда не лит элемент а ну так смысл вот был один из вечеров когда я сидел мне нравился в принципе полимер но его завернуть вот отдельно начать использовать вот это вот это ну дикая проблема ну то есть у меня у меня тогда задачи сводились к тому что надо поддерживать старый браузер а он либо работал с ними крайне медленно либо вообще не работал и полифилы там даже не помогают поэтому я искал и тогда нашел свелт а именно тогда вот как раз упал вышла первая статья про свелт я очень много различных вещей тогда рассматривал но свелт он очень был так на тот момент похож на полимеровскую вот эту вот работу и поэтому я прямо его полюбил с первого взгляда хорошо спасибо еще вопросы такая классная разработка неужели никого нет вопросов отлично ну судя по докладу получается самый идеальный вариант организации глобального астора это вот типа ивент баса да такое что-то с всплытием событий хранение в нем и с чистыми компонентами что-то получается так то есть в них никаких состояний в компонентах не хранится идея такая в состоянии хранятся но которые им интересны то есть это ближе к микросервисной архитектуре которая выстраивается там в принципе также используется шина данных какая-нибудь или прочие вещи и каждый микросервис у себя в принципе хранит какую-то информацию которая она им важно просто в рамках джесса мы не испытываем тех проблем которые мы встречаем в микросервисной архитектуре события у нас может получить объект и его поменять и все последующие получит это изменение вот чтобы этого не было надо обязательно object free сделать еще вопросы видимо вопросов больше нет спасибо денис спасибо 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 спасибо